Наверное, многим известно, что Италия – красивая страна. Ведь в Италии что ни место, то неповторимый пейзаж, что ни регион, то новое традициональное блюдо с неповторимым вкусом. Здесь какая-то особая красота, которая завораживает и манит путешествовать, открывая новые места, которые сразу же становятся любимыми. Вы, наверное, заметили, куда бы я ни ездила в средневековые города, на острова Тосканского архипелага, мне всегда хочется вернуться в эти места. Поездка на Амальфитанское побережье стоит того, даже если она будет очень сложная и с препятствиями, как, например, получилось с нашей поездкой. Я долго лелеяла мечту съездить на Амальфитанское побережье, и всегда что-то мешало. И тут кто-то из вас, даже, может быть, вы сейчас и смотрите это видео, написал мне комментарий. Было бы интересно посмотреть видео об Амальфитанском побережье с вашими комментариями, и как будто было запущено что-то свыше. Мне предложили съездить в путешествие одного дня на туристическом автобусе, и я с большим удовольствием согласилась. В наше путешествие мы выехали на двух автобусах. Не успев выехать на автостраду, второй автобус сломался, и мы все ждали, когда приедет автобус на замену сломанному. Прошло минут 30. Автобус заменили. И выехав на автостраду Рим-Неаполь, мы мчались к мечте. Казалось, ничто не может омрачить наше настроение. Субтитры сделал DimaTorz. Субтитры сделал DimaTorz. Субтитры сделал DimaTorz. Первая остановка у нас была в Соренто. Визитной карточкой Соренто, который находится в 50 километрах от Неаполя, являются лимоны. Считается, что здесь, в Соренто, они самые лучшие. И именно здесь готовят высококачественный итальянский ликер «Лимончелло Соренто». Мы заехали на вилла Масса, где находится завод Лимончелло. Через зал нас сразу же завели в магазин. Казалось бы, Лимончелло. Сейчас уже многие готовят его дома. Не такой уж и сложный рецепт. В Италии именно так. Чем проще, тем вкуснее. Тем не менее, каждый из вас, кто был в Италии, не устоял перед искушением купить бутылочку Лимончелло в супермаркете и увезти в подарок на родину. Ведь в Италии из поколения в поколение передается старинный рецепт ликера, который изготавливают путем настаивания лимонных корок на спирту. В Соренто есть огромные плантации цитрусовых деревьев. Из этих лимонов готовят вкуснейший ликер. У входа в магазин мы продегустировали этот божественный напиток. Ликер Лимончелло итальянцы называют диджестив. Его предлагают в каждом итальянском ресторане и трактореи после обильного ужина. Считается, что этот напиток помогает перевариванию пищи. Есть, конечно, и другие диджестивы. Тут предлагают на выбор. Граппа, омаро – горький травяной ликер, омаретто – горько-сладкий ликер с миндальным вкусом, самбука. О происхождении Лимончелло сложено много легенд и анекдотов. Некоторые из них утверждают, что рыбаки и крестьяне согревались им по утрам еще в XI веке. Другие легенды рассказывают, что его изобрели монахи, чтобы поддерживать силы между молитвами. Так что рецепт у этого напитка очень старый. А авторство рецепта Лимончелло оспаривают друг у друга жители Соренто, Амальфи и острова Капри. У ликера такой красивый цвет, будто кусочек солнечной Италии закупорили в бутылке. Завод по изготовлению Лимончелло был открыт двумя братьями масса в 1991 году. Идея производить лимонный ликер пришла братьям тогда, когда они услышали жалобы фермеров на то, что они не могут продать весь запас лимонов, так как спрос на них был невелик. Лимоны растут круглый год, и фермеры не могут их полностью реализовать. Тогда-то братья и решили готовить ликер. И как ни странно, а вскоре этот ликер стал популярным и даже его стали называть национальным напитком. Лимоны поставляют для этого напитка только самые лучшие. Эти лимоны растут в городах рядом с Соренто. Поэтому Лимончелло Соренто имеет особенный вкус и очень популярен. Когда мы были уже готовы выехать из Соренто в Позитано, выяснилось, что второй автобус опять неисправен. Мы потеряли целый час в ожидании другого автобуса. Пришлось какое-то время полюбоваться этими видами. Но и эти виды прекрасны. Соренто в Позитано в Позитано в Позитано в Позитано. Амальфитанское побережье Амальфитанское побережье – это уникальная возможность открыть для себя и исследовать прекрасные пейзажи. Протяженность Амальфитанского побережья – 50 километров и 2600 крутых поворотов на узкой серпантинной дороге. В Риме мы зашли в автобус первые. Если бы мы только знали, что вся красота побережья будет с правой стороны по направлению движения, то, конечно же, выбрали бы место с той стороны. Двигаясь по серпантинной дороге, тянущейся от Соренто к Позитано, я замирала при каждом повороте в ожидании нового необычного вида на море. И от страха. Ведь дорога проходит по горному обрыву. Посмотрите, какая красота начинает открываться с каждым поворотом. Городок Позитано – самый шумный город на побережье. Сюда приезжают больше всего отдыхающих. Из-за того, что город расположен не на берегу, а на горном склоне, большие проблемы с парковкой для машин. А у нас автобус более 10 метров. Амортиз absorption идет от интимического специальной дороги. Амортиз с亲дачным к видом использовании дружных Играйте ему проilled ciderTA для позможника3. РусBlack клуба 3 до 10 лет. Лays Auss usu Scroll. Передaticой ладони за дорогой. Субтитры создавал DimaTorzok Нас высадили наверху на небольшой смотровой площадке. И было два варианта, как спуститься в город. Первый вариант – ехать на такси. Второй вариант – спускаться вниз по крутым и узким лестницам. Большинство из нас решили идти пешком, чтобы лучше познакомиться с городком Позитана. То время, которое было потеряно в дороге в связи с поломкой автобусов, повлияло на пребывание в каждом городке. Время было сокращено до минимума. Это просто огромный минус нашего путешествия. Я сюда еще вернусь, но в следующий раз уже спокойней на своей машине и с мужем. Остановимся в Майори или Минори, там цены намного дешевле, чем в Позитану и Амальфи. А в это однодневное путешествие я ездила с гидом из Рима с Викой, человеком, влюбленным не только в Рим, но и во всю Италию. Вика, огромное тебе спасибо за приглашение и помни, что у нас с тобой еще поездка в Неаполь. Те, кто смотрит мои видео давно, знают, что я люблю спокойные прогулки, потому что люблю рассматривать детали. При таких путешествиях, как это, стоит поторопиться, или ты ничего не увидишь. Не судите строго за эти съемки. Снимала все, что видела. Нам надо было успеть пообедать и погулять по городу. Вот она, эта красота, из-за которой едут сюда со всего мира. Позитану – это небольшой город с красивым каскадом домов. Словами эту красоту очень сложно описать. Сюда надо приехать. Я прекрасно понимаю, что не у всех есть возможность приехать сюда, но все-таки я должна это сказать. Эту красоту надо увидеть своими глазами. Амальфитанское побережье ослепит вас, и какое-то время вы не захотите видеть ничего другого. Музыка Нам сказали, во сколько и на какой мы площади встретимся, и мы пошли гулять по городу. Амальфитанское побережье внесено в наследие ЮНЕСКО и входит в него 16 населенных пунктов. Маленькие уютные городки рассыпаны по всему побережью на склонах и обрывах гор. Казалось бы, что может вырасти на этих склонах? Но они утопают в зелени цитрусовых рощ и виноградников. Так и хочется сравнить каждый уголок побережья с живописной картиной, написанной самой природой. Если Амальфи часто называют сердцем Амальфитанского побережья, туда мы поедем позже, то его душой, конечно же, считают Позитану – очаровательный город. А раньше это была рыбацкая деревушка. Амальфитанское побережье 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 Из-за проблем с парковкой машины паркуют прямо на крыше. Дети в надувном бассейне купаются. Посмотрите, какая многоэтажная парковка. Амальфитанское побережье – это одно из любимых мест отдыха не только туристов, но и самих итальянцев. Если после просмотра видео вы захотите съездить на Амальфитанское побережье, то никогда не ездите туда в августе, когда в таких маленьких городках большое скопление туристов – это очень утомительно. Вот мы почти и спустились в центр Позитану. Амальфитанское побережье Амальфитанское побережье Амальфитанское побережье Амальфитанское побережье Субтитры сделал DimaTorzok Конечно, невозможно за одну поездку охватить всё. Мне хотелось зайти во все магазинчики. Субтитры сделал DimaTorzok Роскошные украшения Все, кто был в Неаполе, наверное, знают про существование пиццы Фритто. Вы не поверите, но я давно была наслышана об этой пицце и при первой же возможности хотела её попробовать. И здесь, в Позитано, мы решили быстро перекусить и купили пиццу. Когда я опубликовала фото в Инстаграм, многие стали сравнивать пиццу с чебуреком. Но общего между ними, поверьте, ничего нет. Разве что только форма. Тесто и начинка были очень вкусные. Что только не придумают изобретательные итальянцы. Тесто для пиццы очень вкусное и пышное. А начинка сочная и на любой вкус. С колбасками, брокколи, фрикадельками, разнообразными сырами, с томатным соусом и без, с добавлением цедры лимона и базилика. У меня была начинка с солями, с сыром рикотто и томатным соусом. В меру пикантная. А рикотто с томатным соусом – это вообще замечательное сочетание. Жареная пицца была рождена, как пища для бедных Неаполя, которые не могли позволить себе привычную для всех пиццу. Оставшееся тесто жарили в большом количестве масла и раздавали бедным. Позже в тесто стали добавлять начинку. Так появилась жареная пицца, которую теперь любят все. Узенькие улочки и множество колоритных магазинов. Прекрасный вид на море и небольшой пляж. Но мы даже не успели туда спуститься. Делиция аль-лимоны. Так называется эта вкуснейшая сладость. Нежнейшие купола из бисквита с начинкой из лимонного крема. И все это покрыто гладкой глазурью. Очень вкусно и в меру сладко. Моё путешествие одного дня на туристическом автобусе стоило мне 50 евро. Но на Амальфитанское побережье можно доехать и без туристического автобуса. То есть самостоятельно. Можно доехать на электричке Рим-Неаполь, а потом на автобусе. А можно прямо с Рима, с вокзала Тибуртина, ехать на автобусе Рим-Амальфитанское побережье. Летом этот автобус ходит ежедневно. Выезд из Рима в 7 часов. В Соренто приезжают в 10.30, в Позитану в 11.30, а на конечную станцию Амальфи в 12 часов. Стоимость билета 30 евро. Расстояние от Рима до Амальфи 277 километров. Время в пути около 5 часов. Можно на несколько дней остановиться на Амальфитанском побережье, а потом этим же автобусом вернуться в Рим. Расписание и цену автобуса можно посмотреть на сайте. Ссылку оставлю под видео. Но более комфортный маршрут – это доехать до Соренто, а затем отправиться в Позитано по морю из порта Соренто на теплоходе. Время в пути около часа, а то и меньше. Цена билета от 9 до 12 евро. Более точную информацию смотрите на сайте. Ссылку оставлю под видео. Амальфитанское побережье стоит увидеть со стороны моря. Именно оттуда побережье предстанет перед вами во всем своем великолепии. Наша прогулка по городку Позитано закончилась. Мы выезжаем в Амальфи. Все-таки самое лучшее время поездки на Амальфитанское побережье – это июнь, сентябрь и октябрь. Да и на дорогах движение спокойнее, а в августе хаос из длинных пробок, и есть риск надолго застрять в дороге. Пешеходных тротуаров вообще не существует. Я видела глаза бедных местных жителей, которые прижимаются к перилам над обрывом дороги. Кстати, поговаривают, что из-за крутых поворотов на Амальфитанском побережье и участившихся авариях хотят запретить въезд туристических автобусов. Был случай, что туристический автобус застрял на дороге на трое суток, загородив с собой все движение. Только с помощью вертолетов смогли перенести этот автобус. Нужно было остановить автобусы еще в 2000 году, когда сеньору, местную жительницу Амальфи, туристический автобус из Германии придавил к перилам дороги, которые тянутся над обрывом. 46-летняя женщина умерла на месте. И это не единственный случай. Автобусы своим огромным размером угрожают человеческой жизни на дорогах Амальфитанского побережья. И сейчас местные жители пишут петиции, чтобы туристические автобусы больше не заезжали в Позитано и Амальфи. Именно в разгар летнего сезона огромное скопление автомобилей, автобусов, велосипедов и мотоциклов на одной очень узкой дороге. Это путешествие я не забуду никогда. КОНЕЦ 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok